здравствуйте дорогие друзья сегодня поговорим о русской традиционной еде картошки такая ли она русская на самом деле она традиционная и правда ли что употребление картофеля ведет потери памяти прежде чем я выскажу наше мнение давайте для начала вспомним что нам говорит официальная точка зрения и так как обычно краткоофициальная историческая справка изначальная родина картофеля южная америка в европе картофель появился во второй половине шестнадцатого века и был сначала принят за декоративное растение однако французский агроном антуан одюст пармонтье доказал что картофель обладает высокими вкусовыми и питательными качествами и прост в кулинарной обработке с его подачи началось проникновение картофеля в провинции франции а затем и других стран еще при жизни пармонтье это позволило победить во франции голод и вывести цингу в россию картофель был завезен довольно поздно в самом начале 18 столетия сделал это петр первый который в голландии впервые попробовал различные блюда из картофеля воодушевившись гастрономическими и вкусовыми качествами продукта он распорядился доставки в россию мешка клубней для посадки и выращивания в россии картофель прижился очень хорошо но российские крестьяне испытывали страх перед неизвестным растением и зачастую отказывались его выращивать для решения этой проблемы петр первый прибегнул хитрости царь приказал засеять поля картофелем и приставить к ним вооруженную охрану которая должна была целый день стеречь поля а на ночь расходилась по домам соблазн был велик и крестьяне из близлежащих селений не могли удержаться и воровали картофель ставший для них сладким запретным плодом конец краткой официальной исторической справки в качестве дополнения к справочной информации должен упомянуть про так называемые картофельные бунты это массовые выступления крестьян в российской империи в 1834 а затем еще раз в 1840 1844 годах также очень интересным является утверждение официальных историков о том что картофель попал в так называемый старый свет якобы из южной америки однако даже в могилах фараонов при раскопках в египте были найдены клубни картофеля это лишь подтверждает нашу точку зрения о том что картофель в дикорастущем виде произрастал практически повсеместно как современная крапива существует много различных версий о причинах по которым на руси начали сажать и употреблять в пищу картофель некоторые версии чисто конспирологические например одна из них гласит что употребление картофеля в пищу блокируют долговременную память и якобы поэтому люди забывают свое прошлое другие версии чисто экономические они например гласят что картофель экономически целесообразнее выращивать средней полосе ввиду того что период вегетативного созревания картофеля практически равен календарному лету то есть успевает вызревать без генетической модификации в отличие от той же кукурузы друзья уверен что многие из этих версий вы уже слышали сами или где-то читали а сейчас вас скорее всего интересует наше мнение по этому вопросу так вот теряет человек память при употреблении картофеля или нет это никак не доказано но и не опровергнуто не было проведено абсолютно никаких исследований вы взаимосвязи картофель долговременная память подчеркиваю никаких а вот о том что картофель это безальтернативный пищевой продукт существует очень много свидетельств начиная с голода в поволжье 1921 1922 годов кончая блокадным ленинградом 1941 1944 года а также многими другими событиями и мировыми войнами все утверждения конспирологов о том что употребление картофеля вызывают потерю этой самой долговременной памяти основаны лишь на том что картофель содержит себе солонин но о том что же это такое и что еще в себе содержит картофель как раз и будет далее рассказ вполне допускаю что реальное положение дел сочетала в себе все эти версии по крайней мере наша версия их не исключает а наоборот даже дополняет мы считаем что картофель это был важнейший продукт для выживания человечества как вида в период постапокалипсиса он был культивирован в качестве второго хлеба виду его особенных вегетативных свойств связанных с радиацией скорее всего вы этого не знали поэтому не переключайтесь именно об этом и поговорим но для начала давайте вспомним все плюсы и минусы картофеля плюсы 1 картофель имеет питательный клубень который содержит крахмал если кто не знал то крахмал является наиболее распространенным углеводом в рационе человека и содержится во многих основных продуктах питания главными источниками крахмала в мире являются зерновые культуры такие как рис пшеница кукуруза различные корнеплоды в том числе и картофель наиболее богата крахмалом зерно злаковых растений риса до 86 процентов пшеницы до 75 процентов кукурузы до 72 процентов а также клубни картофеля до 24 процентов содержания крахмала от общей массы для организма человека крахмал наряду с сахарозой служит основным поставщиком углеводов одного из важнейших компонентов пищи по действием собственных ферментов человека крахмал гидролизируется до глюкозы которая окисляется в клетках до углекислого газа и воды с выделением энергии необходимой для функционирования живого организма в быту превращение крахмала в глюкозу процесс осахаривания происходит путем его кипячения на протяжении нескольких часов в разбавленной серной кислоте каталитическое влияние серной кислоты на осахаривание крахмала было обнаружено в 1811 году академиком константином сегизмундовичем киргофом чтобы затем из полученного раствора глюкозы удалить серную кислоту в него добавляют мел то есть известь друзья опережая ваш вопрос почему наличие кислоты в окружающей местности так важно дабы не отвлекаться сегодняшней темы предложу вам посмотреть фильм был ли потоп и причем тут кислотные дожди там именно эта тема и разбирается ссылка есть в описании и так желудочном тракте человека и животного крахмал подается гидролизу и превращается в глюкозу которая усваивается организмом медленная переработка крахмала в кишечнике не вызывает гипергликемии увеличение концентрации глюкозы в крови что особенно важно для больных с сахарным диабетом образует органические кислоты основной источник энергии эпителия толстого кишечника поддерживает иммунитет кишечного тракта противовоспалительную защиту организма и многое многое другое в целях повышения усваиваемости крахмала его термически обрабатывают поэтому прежде чем люди начали использовать огонь зерно и другие высоко крахмал содержащие продукты не могли быть лучшим способом получения энергии организмом в отличие от белковой пищи именно подчинение огня и термическая обработка позволили человеку в полной мере довольствоваться растительной пищей таким образом крахмал это источник энергии для человека второй плюс относительная неприхотливость естественно что как и любая культура если за ней ухаживать и создавать все условия например прополкой полив то урожай увеличивается в разы однако минимальные условия для того чтобы картофель наращивал свои клубни это совсем немного внимания сунуть клубень весной в землю и в принципе все в средней полосе в обычных условиях картофель даже полива не требует повторяю что полив и прополка естественно увеличивают урожай но не являются дополнительными усилиями даже если картофель не пропалывать и не поливать урожай все равно будет и в этом случае его размер зависит от качества почвы про качество почвы немного дальше третье как уже было сказано выше период вегетативного созревания картофеля практически равен календарному лету в средней полосе ну а теперь минусы здесь могу отметить только одно картофель это ядовитое растение да друзья вы не ослышались картофель относится к семейству посленовых и содержит своей структуре яд солонин в картофеле ядовиты листья стебли цветы особенно ядовиты плоды которые образуются после цветения что собственно и не удивительно так как обладая горьким вкусом слонин предохраняет растения от поедания животными в картофеле ядовито все кроме клубня но и тут есть оговорка если клубень позеленел то это его зеленая часть также ядовитая также весной в начале вегетативного периода в клубнях картофеля резко повышается содержание слонина поэтому когда и стоит отказываться от употребления картофеля в пищу это весна также много слонина в недозрелых и пораженных различными грибами клубнях справедливости ради должен отметить что в клубнях употребляемого в пищу картофеля содержится до 0,05 процента солонина от общего количества всего растения именно поэтому картофель нужно обрабатывать термически чтобы еще больше уменьшить содержание солонина но даже те кто ест картофель в сыром виде не относятся к группе риска ведь для того чтобы серьезно отравиться нужно съесть не менее двух килограммов свежего зеленого неочищенного картофеля или несколько штук семенных плодов образовавшихся в результате цветения картофеля сами понимаете это маловероятно для взрослого человека но вполне реально для ребенка солонин вызывает возбуждение а затем угнетение нервной системы разложение эритроцитов вредное действие слонина выражается в местном раздражающим действие на слизистую желудочно-кишечного тракта а также вызываемым им при всасывании нервных расстройствах отравление слонином проявляется такими симптомами как тошнота рвота боли в животе головная боль диарея дезориентация расширение зрачков и повышение температуры в тяжелых случаях наблюдается делерий кома и судороги и так мы видим что если соблюдать элементарные правила то картофель не опаснее пчел или железнодорожного перехода при этом он обладает рядом неоспоримых преимуществ перед другими культурами опять же многие из вас все это наверняка знают поэтому скажу о главном плюсе картофеля который выводит его на совершенно иной уровень картофель не впитывает радиацию точнее радиацию впитывает только кожура клубня но не сам клубень говоря простыми словами картофель выращены возле фукусимы или зоне отчуждения чернобыльской атомной электростанции на зараженной радиации почве можно спокойно употреблять в пищу без риска получить дозу радиации достаточно картофель только почистить от кожуры и сварить или пожарить кому как больше нравится вопрос питания человека в период после ядерной войны очень актуален так как употребление любой пищи которая не хранилась защищенных местах может привести к внутреннему облучению организма даже если сельскохозяйственная культура была выращена после самой войны на территориях имеющих повышенный радиационный фон эти растения напитывали в себя радиацию и очень вредили здоровью людей это касается любых растений даже картофеля кроме его клубней повторяю клубни картофеля не накапливают радиацию даже если они выращены в самых неблагополучных радиоактивных районах и вот это свойство картофеля наряду с его относительно неприхотливостью и способностью накапливать крахмал и является основной причиной почему картофель так настойчиво вводили в употребление в прошлом вполне допускаю что до ядерной войны им никто не питался более того скорее всего люди относились картофелю как к сорняку поэтому большинство людей даже не знало как с ним обращаться в кулинарном плане и поедая плоды ягоды травились что и приводило к народному возмущению и картофельным бунтом внедрение картофеля в сельскохозяйственный оборот также как и запрет на кремацию умерших и обязательных погребений на два метра было мерами защиты уцелевшего населения от воздействия радиации что касается грунтов на которых выращивали картофель то даже в официальной информации говорится следующее цитата картофель прочно вошел сельскохозяйственный обиход особенно в регионах где крестьянство не могло в полной мере обеспечить себя хлебом в силу малоземельности или плохих почв конец цитаты то есть картофель произрастает практически на любой почве а учитывая что в результате ядерных взрывов возникали массовые пожары то были участки территории покрыты черным грунтом но это был не чернозем как сейчас принято считать это был пепел и гарь что для выращивания картофеля вообще лучше любых удобрений также из-за массовых пожаров растительность была очень скудна поэтому сорняками а значит и с прополкой в первое время вообще проблем не было как видите простой анализ общедоступных фактов открывает нам совершенно иную картину нежели рисуют официальные историки не бывает таких случайных совпадений тем не менее пишите ваше мнение в комментариях ибо этот вопрос можно рассматривать с разных сторон и ваше мнение нам очень важно благодарю за то что досмотрели фильм до конца на этом я с вами не прощаюсь впереди еще много интересного всего вам доброго до скорых встреч